Приветствую всех! Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, уважаемые и дорогие наши абитуриенты! Меня зовут Фухрудинова Мимоза Тимуразовна, и мы сегодня начинаем наш прекрасный марафон, посвященный подготовке к ЕГЭ. Эти даты выбраны не случайно. 6-7 июля предстоит сдача экзамена по русскому языку, а 10 июля вы сдаете ЕГЭ по математике профильного уровня. Так вот, получается, в течение этого месяца вы подготовитесь ко всем заданиям ЕГЭ вместе со мной по русскому языку с Мимозой Тимуразовной и вместе с Гафиятовой Оксаной Викторовной, которая будет вести занятия по математике. Вы будете иметь доступ к записям заданий, занятий и сможете всегда возвращаться и повторить материал, который, возможно, сразу был вам непонятен. Поэтому, ребята, я надеюсь, что этот месяц пройдет у нас в плодотворной работе. Вы узнаете много полезного и интересного материала и с помощью нашего марафона подготовитесь к ЕГЭ на высокий бал и поступите в ВУЗ вашей мечты. Хотелось бы рассказать немножко о себе и о структуре своего курса. Давайте я открою презентацию и тем самым расскажу вам о том, что же нам предстоит в течение ближайшего времени изучить. Итак, ребята, зовут меня Фахрудинова Мимоза Тимуразовна. У меня большой опыт подготовки детей к различным видам испытаний. Здесь я поподробнее все расписала. Если вам интересно, вы можете прочитать и ознакомиться. Я предлагаю вам свою методику по подготовке к ЕГЭ. И у нас с вами будет 11 занятий, в течение которых мы разберем все задания ЕГЭ по русскому языку и подготовимся на высокий балк экзаменов. Хотелось бы вам сказать о том, что вот такова тематика заданий ЕГЭ по русскому языку. Каждое задание имеет свое название. И когда читаешь темы заданий ЕГЭ, в голове образуется полный такой каламбур и кавардак непонимания того, а что же, а где же логика, да, где же логика и взаимосвязь заданий, кажется, каждое задание живет само по себе. На самом деле, конечно же, есть определенная логика, которую я предлагаю в своей программе курса ЕГЭ по русскому языку. Ребята, у нас с вами будет три блока тем. Первый блок – это задание с 1 по 18, которое называется «Информационная обработка текста. Языковые нормы». Обратите внимание, здесь у нас будет 4 темы, то есть 4 урока. Сегодня как раз у нас тема номер 1, первый урок. Это информационная обработка текста. Задание 1, 2, 3. Тема 2 – это языковые нормы. Задание 4, 5, 6. Здесь рассматриваются в 4 задании орфоэпические нормы, а в 5-6 задании рассматриваются лексические нормы. В 5-м задании изучается пароним, а в 6-м – речевые ошибки. Тема номер 3 – морфологические нормы. Надо сказать, что тема 3 и 4 – морфология и синтаксис. Эти два раздела образуют грамматику языка. Грамматика языка – это строй языка. Так вот, морфология изучает части речи и их категория, а синтаксис изучает члены предложений, правила их соединения в предложениях. Эта тема сложная, поэтому, конечно же, мы об этом скажем. Это тема 3 и 4. Таким образом, первые 4 темы образуют первый блок. Это задание с 1 по 8 – информационная обработка текста. Языковые нормы. Дальше мы переходим к блоку номер 2. Это задание с 9 по 21, которое называется «Орфография и пунктуация». Здесь тоже выделяются 4 темы. Тема 5 – это орфографические нормы. Это задания 9, 10, 11, 12. Тема 6 – это орфографические нормы. Это задания 13, 14, 15. То есть у нас будет 2 урока посвящены орфографии. И 2 урока будет посвящена пунктуация. Это задания 16, 17, 18. Тема номер 7 – пунктуационная норма. И задания 19, 20, 21. Это пунктуационная норма темы номер 8. Таким образом, мы второй блок рассмотрим орфографию и пунктуацию. Потом мы с вами перейдем к блоку номер 3. Это задание с 22 по 27, которое называется «Речеведение и сочинение». Тема номер 9 – это задания по тексту 22, 23, 24. Тема 10 – задания по тексту 25 и 26. И тема 11 – это задания номер 27 «Сочинение». Вот таков план работы. Такова тематика наших занятий. Обязательно смотрите видео. Оставляйте комментарии под видео. Ваши вопросы оставляйте. Я на них буду отвечать. Теперь давайте поговорим о баллах за задание ЕГЭ, которые вы можете получить. Напоминаю вам, что есть понятие «первичные» и «вторичные баллы». Максимальный первичный балл за ЕГЭ – 58 баллов. Эти 58 баллов складываются из 34 баллов за тест и 24 баллов за сочинение. За тестовую часть с 1 по 26 задания вы можете набрать 34 первичных балла или 60 вторичных баллов. 60 баллов из 100 получается. Причем будьте внимательны. Некоторые задания стоят не один первичный балл, а больше. Обратите внимание, что задание номер 8 оценивается в 5 первичных баллов. Задание 16 – в 2 балла. И задание в 26 – в 4 балла. Это, ребята, первичный балл. Умножайте на 2 и переводите их во вторичные исчисления. Некоторые детки говорят, что 8 задание сложно делать не буду. Конечно же, терять возможность приобретения такого количества баллов нельзя. Поэтому и я в своем курсе вам буду рассказывать, как выполняются эти задания. И вы обязательно не ленитесь, а разбирайте все задания. В какой момент я хочу сказать. Важно, что в этих заданиях, в 8, 16 и 26, надо заполнять все клеточки. Напоминаю вам, что тест проверяет машина. И если, например, в 8 задании из 5 клеточек у вас 4 заполнены, а 1 вы не заполнили, потому что не уверены в ответе, конечно же, здесь хотя бы наугад нужно ставить ответ, потому что машина просто остальные ответы тоже не засчитает. И здесь вот все клетки в 8, 16 и 26 задания 5 баллов. 5 клеточек в 8 задании, 2 клеточки в 16 задании и 4 клеточки в 26 задании должны быть заполнены. Это касается тестовой части. Что касается сочинения. Сочинение – это задание номер 27. Максимально первичные баллы в сочинении – 24 балла. И это 40 баллов во вторичной системе. 40 и 100. Обратите внимание, тест – 60 баллов, сочинение – 40 баллов. Чуть меньше половинки вы можете получить с сочинением. Конечно же, детям тяжело писать сочинения. В принципе, тяжело. И сочинение ЕГЭ в частности, потому что вот второй год, как изменилась структура ЕГЭ по русскому языку. Я об этом обязательно буду говорить с примерами на последнем занятии, на последнем 11 занятии. Поэтому, ребята, не пропускайте. Я вам даю только нужную информацию, которая пробирована за 20 лет работы моей. Так вот, очень важными являются 8 первичных баллов, которые даются за структуру работы. Это 1 балл за проблему текста. Это 5 баллов за комментарий. Это 1 балл за авторскую позицию, 1 балл за собственное мнение с обоснованием. Вот если вы структуру сочинения выдерживаете, то у вас есть большой шанс написать сочинение на 20 и более баллов. Это очень важно. Какие баллы вы получаете с задания ЕГЭ? Я вам рассказала еще раз, да, повторюсь о том, что я вам рассказала о структуре нашего курса. Я вам рассказала о баллах, которые вы получаете за ЕГЭ. И напомню вам, что сегодня у нас тема номер один – информационная обработка текста. Это задание с первого по третье. Я вам предлагаю перейти к этой теме и обсудить ее. Напоминаю вам, что в начале задания ЕГЭ по русскому языку дается небольшой текст из трех предложений, чаще всего. И к нему предлагается три задания. Так вот, первое задание, я предлагаю вам изучить алгоритм выполнения задания номер один, рассчитанное на выявление главной информации текста. Как таковых языковых навыков здесь не проверяется. Здесь логика проверяется, мышление абитуриента. И следующие рекомендации я вам даю для успешного выполнения этого задания. Для того, чтобы найти главную информацию текста, необходимо первое – внимательно прочитать текст. Второе – выделить опорные слова и словосочетания. Опорные слова обязательно будут фигурировать в главной мысли, которую вы выберете. Третье – исключить несущественное описание, повтор, уход от основной темы сократить текст в уме. Четвертое – исключить несущественные грамматические основы. Пятое – определить логику текста, как развивается мысль, когда мы получаем новую информацию в тексте. Шестое – составить самостоятельное предложение, в котором, по вашему мнению, содержится главная мысль. Седьмое – сопоставить получившиеся предложения и варианты текста. Восьмое – найти совпадающие с вашей главной мыслью варианты. И девятое – записать ответ. Учтите, что ответов должно быть два. И вот в связи с тем, что ответов должно быть два, что я хочу вам сказать. Ребята, вот когда вы выбираете предлагаемые варианты, где выражается главная мысль текста, их пять вариантов. Знаете, визуально даже можно отбросить некоторые варианты, которые на полторы строчки, на две строчки написаны. Они по объему настолько малы, что просто не могут передать главную мысль текста. Поэтому короткие варианты вы можете отметать смело сразу. Второй момент, который я замечаю, ошибку, которую делают детки – это выбирать варианты ответов, которые полностью совпадают с каким-либо кусочком, из исходного текста. То есть думают, если я сейчас выберу цитату, то это будет правильный ответ. Нет, ребята, главная мысль, главная информация заключается в том, что в предложенном варианте будут передаваться смысловые кусочки всех трех предложений, а не то, что здесь предлагается какой-то выжимка или цитата из куска текста, и вы выбираете этот ответ. Это неверно. И третий момент. Вот вы определились с вариантами ответа, выбрали их два. Может быть, вы сомневаетесь, еще какой-то ответ вроде бы подходит. Сравните их между собой. Вы, сравнивая варианты предполагаемые, должны увидеть, что все смысловые узлы этих вариантов должны совпасть. Не может быть такого, что в одном варианте о чем-то говорится, а в другом нет. Поэтому вот отметаем маленькие ответы, отметаем цитирование текста и выбранные ответы сравниваем между собой по содержанию. Если они совпадают и между собой, и с исходным текстом, то вы на правильном пути смело ставьте эти две циферки в ответы и переходите к следующему заданию 2. Задание 2. Алгоритм выполнения. Первое. Внимательно прочитайте задание, необходимый отрезок текста или весь текст. Второе. Установите связь между предложением, в котором пропущено слово, предыдущим предложением. Три. Обратите внимание на искомую часть речи. Важно подобрать слово, которое будет соответствовать заявленной характеристике. Это задание достаточно сложное, потому что многие дети не понимают разницу средств связи, которые предлагается найти. Между собой их не различают. И внутри этих средств связей не знают классификацию. Посмотрите, я здесь выписала 6 основных средств связи, которые встречаются на втором задании ЕГЭ. Это первое. Солюзы. Второе. Частицы. Третье. Местоимение. Четвертое. Наречие. Пятое. Числительные. И шестое. Вводные слова и словосочетания. Ребята, вы должны понимать, что это за части речи, когда вы их ищите в исходном тексте. А не делать это не ищите, а когда вы подбираете его в текст. А не делать это наугад, рандомно, как сейчас модно говорить, попадая пальцем в небо. Итак, напоминаю вам, что у нас все части речи делятся на самостоятельные, на служебные. Так вот, к служебным частям речи относятся союзы, предлоги и частицы. И здесь вы можете встретить союзы, частицы. Напоминаю вам, что союзы – это средство связи, это служебная часть речи, которая служит для связи слов-словосочетания или для связи частей предложений, сложного предложения. Союзы делятся, в свою очередь, на сочинительные и подчинительные. Сочинительные союзы, в свою очередь, тоже делятся Сочинительные союзы бывают соединительные, это союз и или да в значении и, дед да бабка. Союзы бывают противительные, это союз а, но, однако в значении, но, да, может быть тоже в значении, но, мал, золотник, да, дороб. Союзы разделительные, это союз или, либо союзы присоединительные, это союз тоже, также. Подчинительные союзы тоже имеют свою классификацию. У нас есть три вида предаточных, определительные, изъяснительные, обстоятельственные. И союзы также бывают. Определительные, чаще всего это союзное слово «который» в различных подержанных формах. Потом слово «какой», «чей» здесь может выступать в роли союза определительного. Изъяснительный союз – это чаще всего союз «что?». Обстоятельственных союзов очень много, потому что в принципе обстоятельственных предаточных очень много. Это союзы времени «когда», союз «место где», союз «причина потому что», союз «уступки хотя», союз «условия если» и так далее. Частицы. Бывают формообразующие смыслы различительные. Напомню вам, что частицы не «не» являются отрицательными, а частичка «бы» образует у нас условное наклонение глагола. Условное или повелительное, да? Нет, даже частичка «бы» у нас образует... Да, частичка «бы» образует условное наклонение. Сходил бы ты в магазин «бы», а повелительное наклонение образуется у нас с помощью частички «давай». Да, и присоединение глагола, можно сказать «давай сходим в магазин». Поэтому вот это все очень важно знать, когда вы подбираете ту или иную часть речи. Местоимения у нас имеют широкую классификацию на самом деле, но во втором задании ЕГЭ обыгрывается знание местоимений личных, притяжательных и указательных. Личные местоимения с начальника школы всем детям известны. Это местоимения первого, второго, третьего лица. Первое лицо местоимения обозначает рассказчика «я мы», второе лицо – собеседника «ты вы», третье лицо обозначает группу лиц каких-то «он, она, он, он». Они изменяются по роду, числу и падежу. Всем вам это известно, я думаю. Притяжательное местоимение указывает на принадлежность к какому-либо лицу, отвечает на вопрос «чей», «чей», «чья», «чьё», «чьим». Изменяется по роду, числу и падежу тоже. Мой, твой, наш, ваш, его, её, их. Хочу сказать о местоимениях его, её, их, потому что они могут быть как личными, так и притяжателями. Нужно смотреть по контексту. Смотрите, её перчатки, чьи перчатки притяжательные, её ругали. Ругали кого? Ругали родительный падеж личного местоимения нам. Его школа, чья школа притяжательная, его наградили, кого наградили лично. Их книга, чья книга притяжательная, их похвалили, кого похвалили лично. Указательные местоимения у нас указывают на что-либо. Причём, смотрите, есть такая семантическая разница. Если мы указываем на предмет, находящийся рядом с нами, мы употребляем местоимения мужского рода. Этот стул, эта сумка женского рода, среднего рода это окно, и во множественном числе эти люди. А если предметы находятся далеко, то мы говорим тот стул, та сумка, то окно, те люди. Это всё указательное местоимение, и они меняются тоже, как вы заметили, по роду, а также по числу и падежу. Кроме того, вам могут встретиться во втором задании наречия. Наречия. Определительное, обстоятельственное наречие, в зависимости от того, в каком разряду относится, отвечает на вопросы, когда, где, если обстоятельственное, какой, если определительное. Поэтому, если вы знаете, что такое наречие, вам, конечно же, искать и подбирать его будет легче. Напоминаю вам, что наречие – это неизменяемая часть речи, и многие дети выделяют наречиях на конце окончания, например, в слове «быстро». Так делать нельзя, потому что на речи есть только суффикс. Вводные, а числительные. Числительные бывают, количественные, собирательные, порядковые. Количественные отвечают на вопрос «сколько?». И это числительные 1, 2, 5, 10, 20, 30, 100. Это числительные, собирательные, которые тоже указывают на количество предметов и отвечают на вопрос «сколько?». Но они идеально, знаете, с такими существительными, которые не имеют, например, единственного числа. Слово «ножницы», как посчитать? Мы можем сказать, конечно, две пары ножниц. Но здесь нам приходит на выручку именно собирательные, числительные. Двое, трое, четверо, пятеро, шестеро, семеро, восьмеро уже не звучит. Да, семеро обычно. Да, семеро, как взгляд, у нас есть сказка, считают собирательные, числительные. Вот они употребляются существительными, не имеющими единственного числа, существительными, обозначающими группу лиц, двое студентов, трое ребят, четверо детей, существительными, обозначающими детенышей животных, двое щенят, трое котят и так далее. Порядковые числительные отвечают на вопрос «какой?». Они очень похожи на прилагательные, потому что меняются по роду числу и по дежу. То есть от 1 мы образуем первый, первая, первое, первое, второй, третий и так далее. Да, это порядковые числительные, они отвечают на вопрос «какой?». Еще одна группа средств связи, которая может встретиться во втором задании – вводные слова и словосочетания. Напоминаю вам, что вводные слова и словосочетания не являются членами предложения. Это значит, что их из текста легко выкинуть. Сложность, знаете, в чем бывает? Не отличая там амонимичные части речи. Вот смотрите, «он может быть придет сегодня» – это вводное слово. А «он может быть хорошим спортсменом» – это составное именное сказуемое, часть составного именного сказуемого. Как это доказать? Давайте выбросим «он придет сегодня» и «он может быть придет сегодня». Вводное слово «может быть» выражает неуверенность. «Он может быть хорошим спортсменом» – если выкинуть «может быть», останется «он хорошим спортсменом». Смысл предложения теряется, потому что это слова, которые входят в состав сказуемого составного имена. Так вот, вводные слова и словосочетания у нас делятся, ну вот четыре основных группы я привела, это чувства говорящего. Смотрите, возьмем нейтральное предложение «Завтра будет дождь». Если я хочу выразить радость, я могу сказать «К радости завтра будет дождь». Если я хочу выразить, наоборот, какие-то отрицательные чувства, я скажу «К несчастью завтра будет дождь», «К огорчению завтра будет дождь», «Горе завтра будет дождь», к сожалению. Если я хочу выразить степень уверенности, я уверена в том, что это произойдет, я скажу «Конечно завтра будет дождь», «Несомненно завтра будет дождь». А если я хочу выразить неуверенность, я скажу «Может быть завтра будет дождь», «Наверное завтра будет дождь». Дальше источник информации, это слова, смотрите, по-моему, пишется у нас через эфиз, Здесь, по моему мнению, в три слова, да, по моему завтра будет дождь, по моему мнению завтра будет дождь. Тут много разных вариантов по нашему, по вашему, по моему, по информации гидромедцентра, это все большая конструкция водная. Завтра будет дождь. Естественно, она выделяется запятой, и она указывает на источник информации. Но еще есть водные слова, указывающие на связь мыслей. Это слова, которые мы используем активно в написании сочинений. Я об этом вам буду говорить, когда на последнем занятии дойдут сочинения. Такие водные слова, как «с одной стороны», «с другой стороны», «во-первых», «во-вторых», «третьих», «действительно», «и так», «таким образом», да, мы этими водными словами начинаем заключение. Они очень хороши для текстов рассуждений и для написания сочинений в частности. Вот, в принципе, основные средства связи, которые нужны для второго задания, я вам перечислю вам. Дальше мы переходим с вами к следующему заданию. Задание номер три – это лексическое значение слов. Посмотрите. В русском языке слова по своему лексическому значению делятся на однозначные и многозначные. В данном задании вам будет представлено только многозначные слова, то есть такие, которые имеют много значений. Из списка значений необходимо выбрать такое, которое использовано в представленном контексте. Для успешного выполнения задания вам не понадобятся теоретические знания, нужно только уметь анализировать. Рассмотрим на примере. Вот здесь я привожу примеры задания номер три. Итак, такое предложение. «Наблюдение за характером связи между частями текста показало, что отдельные его части объединяются не только привычными формами связи, союзными словами, но и другими средствами, менее четко выделяемыми в ткани текста». Вот такое предлагается предложение и к нему задание. «Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводится значение слова «ткань». Определите значение, в котором это слово употреблено в первом предложении текста. Вы пишите цифру, соответствующую этому значению, в приведенном фрагменте словарной статьи. И здесь предлагается четыре значения слова «ткань». Первое – изделие, изготовленное тканьем. Обратите внимание, что в конце значения дается курсивым пример употреблением слова в этом значении. «Шелковая ткань», «неные ткани». Второе – общее название для тканных трикотажных и некоторых нетканных материалов «магазин тканей». Третье значение переносное – это основа или содержание чего-нибудь, еще это слово книжным, считается тканерассказы. И четвертое – в животных и растительных организмах система продуктов жизнедеятельности, соединительная ткань, мышечная ткань. Вот такие четыре значения предлагаются. Давайте посмотрим, как же делать. Не забывайте о методе исключения. Сразу вычеркивайте те значения, которые совершенно не соответствуют тематике текста. Зачастую вы знаете прямое, главное или наиболее употребляемое значение. Как мы видим из контекста, слово «ткань» явно употреблено не в прямом значении. Оно не связано с тканными материалами или изделием. Значит, первое и второе значения нам не подходят. В четвертом значении имеется в виду термин, но он нам тоже не подходит. Остается третье значение, оно будет ответом. Чтобы проверить ответ, подставьте в текст определение, используемое в толковании. Также прочитайте примеры, попробуйте подставить их в один ряд с словосочетанием из текста. Например, шелковая ткань, длинные ткани, ткань текста. Это задание третье, как и первое, опять же, рассчитано на мышление и логику ребенка. Поэтому здесь вы исключаете неподходящее значение, обращаете внимание, например, курсивом, а не для вас подсказка, и выбираете нужный ответ. Так вот, ребята, мы с вами на первом занятии рассмотрели первые три задания ЕГЭ по тексту. Первое, второе и третье задания. Хочу вам сказать, что вы можете оставить свои вопросы и комментарии под этим видео. А еще я оставляю свои координаты. Напоминаю, что меня зовут Фахрудинова-Мимоза Тимуразина. Я указываю свою почту, я указываю свою страничку ВКонтакте, в Инстаграме. Вот здесь есть буквы, теперь в Инстаграме. И свой канал в Ютубе. Если будут вопросы, вы можете писать тут или можете обратиться ко мне под этим видео. Хочу вам сказать, что это первое наше видео, которое посвящено первому, второму и третьему заданию ЕГЭ. Следующее видео, напоминаю вам, будет посвящено теме номер 2. Это задание 4, 5, 6 по языковым нормам. Я надеюсь, что этот материал был для вас полезен. И мне кажется, что наш марафон поможет вам эффективно подготовиться к ЕГЭ в этот последний месяц, закрепить приобретенные знания и сдать экзамены по русскому языку и по математике на высокий бал. Я желаю вам всем удачи и жду следующей нашей встречи. До свидания, ребята. Всего вам хорошего. Продолжение следует...